Всем привет! С вами Саша. В этом видео я расскажу о том, какие средства, какие добавки или какие препараты могут повлиять на ваше выпадение волос. В этом видео вы узнаете, каких вообще препаратах, вообще каких средств лучше остригаться, если вы лысеете. После этого видео вы должны подальше держаться от этих вещей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, поддержите меня на Boosty и для консультации пишите сюда. Итак, первое, чего нужно остригаться, если вы начали лысеять или вы лысеете, это в фармакологии, то есть это все. Замечательно, что люди, которые профессионально занимаются бодибилдингом, они очень часто лысеют. Так скажем, если у тебя андрогенетическая лапеция, то все эти вещи ускоряют этот процесс, потому что количество дигитроцитрона увеличивается у тебя в организме до каких-то невероятных пределов, и, следовательно, твое выпадение волос очень сильно ускоряется. Второе, чего нужно остригаться, это вообще, в принципе, нужно остригаться всяких гормональных препаратов, которые меняют количество гормонов в вашем теле. Меняя как бы одни гормоны, меняются как бы другие гормоны. И, соответственно, это тоже может увеличить количество дигитроцитрона в вашей крови, и лучше остригаться. Третья добавка, которую лучше всего остригаться, это креатин. Нету больших систематических исследований по поводу креатина. Было исследование на игроков в американский футбол или игроков в регби. Там как бы не очень понятно, что они потребляли, кроме никотина. Может быть, как раз это и была фармакология. Но там за период времени, когда они употребляли креатин, у них сильно увеличилось количество дигитроцитрона. Поэтому будьте аккуратны с креатином, потому что креатин может вызывать у вас выпадение волос. Следующее, чего нужно остригаться, когда у вас выпадают волосы, это антибиотик. Да, если у вас какое-то серьезное заболевание, как это бактериальная инфекция, и вам показаны и прописаны антибиотики, вы, безусловно, должны их пить. Я как-нибудь сниму видео про бактерии, которые резидентны к антибиотикам, но надо понимать, что антибиотики нужно пить только в самых крайних случаях. И антибиотики убивают вашу микрофлору, а микрофлора питает весь ваш организм, в том числе волосы. Поэтому нередко, когда вы пропили курс антибиотиков, через какое-то время у вас очень сильно выпадает волос. Это происходит из-за того, что у вас был стресс у организма, это из-за того, что у вас было воспаление в организме, это в том числе, потому что все ресурсы вашего организма опущены для того, чтобы вырастить микробиоту, которые раздолбали антибиотики. Следующее, чего нужно опасаться, если вы лосеете, это такой добавка, как аргинин. Он такой обоюдоострый добавка, потому что, с одной стороны, она как бы улучшает питание ваших тканей, и в том числе, она улучшает питание ваших скальпа из-за микроциркуляции крови по всему организму. Аргинин является тайнотором азота там и так далее. У вас питание ткани становится намного лучше, но известно то, что вирусные инфекции, они питаются как раз таки аргинином. Если у вас, а есть какие-то вирусные инфекции в организме и есть какой-то воспалительный стресс, то из-за аргинина он будет явно усиливаться. Еще как дополнение можно сказать, что некоторые говорят, что тецитороновые бустеры не работают, а кто-то говорит, что они работают. Но если они все-таки работают, тецитороновые бустеры или сармы, то их тоже надо опасаться, если у вас выпадают волосы. Вот я рассказал о том, каких препаратах и добавок надо стерегаться, если у вас выпадение волос. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и пишите мне за консультацией в Телеграм. Спасибо, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok